здравствуйте здравствуйте дорогие друзья вот наша сказочная поляна одна из многих полян в ларцевых полянах в нашем волшебном мечтокрылом лесу вот я вывел на прогулку еще одного мотыльпута посмотрите полюбуйтесь вот это и есть махаон царь всех бабочек парус небесной россии вот какая яркая красивая разноцветная гусеница но в основном зеленая как видите с черными полосками с красными точками зеленая точнее наверное у нее тело можно сказать и черные полоски вот хорошо видно 6 ножек 3 пары настоящих а это лажно ножки сколько их там раз два три 4 5 пар и вот ноги толкатели она ими толкает посмотрите отталкивается вот раз 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 вот так и ползет вот сейчас я ее хотел вам показать на прогулке она вот сидит у нас в банке мечтариуме я нашел еще одну гусеницу махаона для вас вот они видите вот такой мечтариум это его прообраз как вы знаете уже в моей мастерской вы видите самый настоящий мечтариум но я хотел еще вам сообщить о новом открытии это открытие называется небесные тела неболитовые тела вы ведь знаете я доктор неболит неболит и терапия это крылотерапия и силолитобиотерапия вместе взятые я сейчас немножко об этом вам расскажу как вы знаете к силолитобиотерапия это лечение с помощью рая на балконе рай растительной арт-инсталляции дем этот древоцветный мир это отделанный шпоном дышащий природой деревянные панели это камни минералы в том числе на полу для того чтобы можно было погрузить в них ноги как на море морскую гальку и конечно же био часть это биология это цветы это рай растительные арт-инсталляции и бабочки в том числе но всего лишь как украшение один из элементов природы а вот крылотерапия это уже лечение бабочками по серьезному липидоптера терапия да вот разрабатываются определенные методики которые сходны с методиками канистерапии ой вот она немножко упала ползала ползала зацепляется она не сильно но я надеюсь ты не убилась мягкая посадочка была видите в траву ах ты хотела сбежать на свободу хотел мотыль путик но ты не бойся ведь это новый представитель нового класса бабочек бабочек спасателей детей бабочек пионеров космоса покорителей новых миров открывателей заселителей кон колонизаторов новых планет скайруса винируса и океаруса я напомню вам что скайрус это небесная россия бывший марс столица российской небесной федерации планета фантастической сказки будущего винирус это бывшая венера планета деревьев чудес и океарус нимб земли так не буду переворачивать руку с пальцем смотрите я надеялся он удержится своими ложь ножками ложками ну вот удержался вот не хочу чтобы он падал может быть тебе больно будет мотыль путик так вот океарус это нимб нимб земли научно-исследовательская межпланетная база наша бывшая луна база дарьялов через далекой планеты детства и чудес системы альфии орла тавр ну вот заселение новых миров будет происходить по определенным задумкам космическим задумкам космическим программам правительства российской небесной федерации они уже публикуются печатаются для того чтобы вам дорогие дети и взрослые дети всем и дети по крайней мере до пенсии было удобно с ними ознакомиться чтобы вам было все понятно что к чему и зачем для этого я снимаю некоторые ознакомительные материалы прежде всего мастерской где изготавливается первое древо чудес вы видели его в более крупном состоянии которое отправится в виде древа жизни и души в детский сад рано или поздно уж не знаю когда думал это произойдет в июле сейчас вот может быть хочется сказать в августе может это будет сентябре но в любом случае это сделаю в этом году а пока я продумал его младшего собрата придумал это новодетское игровое дерево на new year 3 это новогоднее дерево а у нас new children 3 новодетское дерево так сейчас ты возможно упадешь и вот такое маленькое дерево деревцы оно включает в себя и космороссию это океарус зимовья крылоруков и мотыльпутию это винирус это космосад для вот гусениц для мотыльпутов и мотыльонов будущих мечтокрылых крылоруков и наконец это скайрус это крылодром это портал портал в новый мир на небесную россию космический портал который как я надеюсь откроется очень скоро в каждом детском саду и в каждой школе но программы дорогие друзья они разные есть частный случай просто повеселить каких-нибудь деток и их родителей мальчишки и девчонки а также их родители веселые истории слышать не хотите ли вот да то есть эти такие развлекательные программы связанные в том числе с биологии липидоптерологии энтомологии они призваны общем научить детей любить природу как видите она прекрасна вот а программы связанные с детскими садиками они больше развлекательные со школами больше образовательные и конечно же с больницами с лечением детей вот это и есть крылотерапия для этого пишутся особые сказки со смыслом ну например там чудесные превращения души рожденный ползать летать может посмотрите ведь это существо казалось бы не умеет летать но благодаря чуду ну а точнее химическим превращением происходящим в куколки она превращается совершенно в иное существо в мечтокрылого крылорука в большого парусника махаона прекрасного прекрасного гораздо более прекрасного чем этот забавный мотыль путик и вот если написать такие произведения сказки рассказы я назвал их терабайки терапевтические байки сказки сказки с терапевтическим лечебным эффектом ну на роль психотерапевта я не претендую тем более детского психолога я всего лишь доктор не болит не болит небесный и каменный у нас есть древо каменная россия и есть небо каменная россия не болитная неболитовая россия вот там и живет добрый доктор айболит он на дереве сидит да а доктор не болит сидит на небе ну на дереве тоже на дереве чудес на древе винируса на древе чудес винируса и древо жизни скайруса как вы знаете ну вот хотел вот немножко поговорить с вами познакомить со своими вот этими мотыльпутами не буду сейчас открывать банку одной рукой это не получится когда у меня на ней сидит вот мой один из подопечных сейчас попробую да я возьму другую руку и и я все таки открою надо никого не придавить вот видите сколько их там вот иди к своим товарищам иди к своим друзьям космонавтом пионерам космоса вот дорогие дети вот сбрасывать их с руки насильно нельзя ножки у них очень нежные они могут оторваться только вот очень аккуратно чтобы они как бы ну сами вот сами сами не хотят вот надо пробовать пытаться их заставить какой-то принять вот путь свернуть с пути направить на путь истины ну давай 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 мотыльпутик давай видите он очень хорошо держится своими влажноножками вот все аккуратненько я его вот сбросил вот они у меня здесь дети махаона гусеницы махаона папилио махаон парусник махаон а у нас на небесной россии это парус скайруса ну до свидания дорогие дети сейчас пока все дорогие дети и взрослые дети все мы дети до пенсии я полетел до встречи на скайрусе винирусе и океарусе в российской небесной федерации и до встречи на земле может быть вашем детском саду или в вашей школе а мне пора я не прощаюсь я говорю вам до свидания до новых встреч а